Ирландия – страна с красивейшей природной и богатой историей. Я решил рассказать вам о наиболее интересных мифах и фактах. Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». И сегодня 10 фактов о родине кельтов, ирландских танцев и загадочных существ. Редактор субтитров А.Семкин Все ирландцы рыжие? Пожалуй, это самый известный стереотип у жителях Ирландии. Что все они имеют рыжий цвет волос, веснушки и светлую кожу. Однако сегодня рыжий цвет волос наблюдается лишь у около 10% жителей страны. Что все равно немало в сравнении с долей обладателей этого цвета кожи во всей Европе. Считается, что рыжий цвет волос ирландцам достался от кельтов, некогда населявших большую часть европейского континента. При этом еще древние греки и римляне описывали кельтов как рыжих. Одной из причин такого закрепления генотипа считается удаленность острова от материка, благодаря чему не произошло существенного смешения с народами Востока или Азии. Из-за своего географического положения Ирландия чаще подвергалась нападению ближайших соседей – британцев, шотландцев или скандинавов. В целом геном, определяющий рыжие волосы и светлую кожу, распространен в большей степени среди северных или центральноевропейских народов. Святой Патрик – ирландец? Христианский святой и покровитель Ирландии был по происхождению вовсе не ирландцем, а британцем, предположительно родившимся в Уэльсе. Впервые Патрик попал в Ирландию, будучи похищенным и проданным в рабство. Позднее, после освобождения, святой Патрик вернулся в страну, уже в качестве миссионера. Сегодня день святого Патрика – это ежегодный государственный праздник, который отмечается 7 марта, в день смерти святого. Любопытный факт заключается в том, что святой Патрик также является покровителем Нигерии. В Ирландии нет змей? Правда. Изгнание змей с острова приписывают святому Патрику. Но в действительности змей в Ирландии никогда и не было. Как и хорьков, кротов и многих других грызунов. Все потому, что остров значительно удален от материковой части Европы. В Ирландии всегда плохая погода? Не совсем так. Несмотря на то, что дожди являются действительно частым погодным явлением в Ирландии, скорее можно назвать изменчивой и непостоянной. Особенно весной и поздней осенью. Ясное солнечное небо легко может сменить проливной дождь. После чего выпадет град. И все по кругу. А вот холодные зимы со снегом в Ирландии редкость. Среднегодовая температура на острове составляет примерно плюс 10 градусов по Цельсию. В Ирландии пьют только пиво и виски. Пиво здесь, конечно, очень любят. Причем с давних времен. Именно в Ирландии находится старейший в мире паб. Стены которого датируются 900-ми годами. Однако не меньшей популярностью пользуются у ирландцев чай. Страна занимает второе место по употреблению этого напитка в мире, уступая только Турции. Ежедневной нормой считается выпить по 5-6 чашек в день. При этом ирландцы предпочитают покрепче. Стандартом считается заваривать 2,5 ложки на чашку чая. Но часто к нему добавляется молоко и сахар. Здесь все говорят по-ирландски. Но это уже действительно миф. Несмотря на то, что первым государственным языком страны является ирландский, гельский, в ходу у жителей второй ее официальный язык, английский. Ирландским же сегодня пользуются по разным данным всего не более 2% населения. А хорошо знают примерно 15-20%. При этом ирландский остается обязательным для изучения в школе. Во многом поворотным событием в судьбе культуры и языка Ирландии стала британская оккупация и присоединение к Англии в 17 веке. В это время жителям было запрещено говорить и писать на ирландском. Возрождение ирландской культуры и гельского языка началось в начале 20 века. После того, как страна обрела независимость. Несмотря на это, вернуть в обиход ирландский полностью все же не удалось. В повседневной жизни подавляющее большинство говорит на английском. Правда с акцентом и в каждой провинции страны он свой. Ирландцы неторопливы и везде опаздывают? О да, пунктуальность, скажем прямо, не совсем ирландская черта. Здесь опаздывают как на обычные встречи, так и на работу и даже госслужащие. Ритм жизни у островитян довольно расслабленный. Особенно это чувствуется в маленьких городках и деревеньках, где автобусы иногда могут приходить чуть позже или раньше расписания. А водитель может запросто остановиться на дороге, чтобы поздороваться с приятелем. Все танцуют ирландские танцы? Это правда. Танцевать здесь действительно очень любят. Поэтому в Ирландии невероятное количество как профессиональных, так и любительских школ, где учат этому искусству с ранних лет. Всплеск популярности ирландских танцев не только на родине, но и во всем мире случилось после 1994 года. В результате выступления шоу Riverdance в перерыве музыкального конкурса «Евровидение». Здесь всюду встречаются лепреконы? Увы, но вынужден разочаровать вас. В ирландском фольклоре лепреконы – маленькие коренастые человечки, одетые в зеленый костюм и шляпу, которые часто изображают вместе с котлом, полным золотых монет. Лепреконы были известны как башмачники и хранители золота, а потому поймать их пытались многие. Лепрекон должен был выполнить три желания или отдать свое золото тому, кто его найдет. И хотя сегодня лепрекон считается существами сказочными, они превратились в один из наиболее узнаваемых и продаваемых символ Ирландии. Изображение сказочных башмачников можно встретить на открытках, постерах и всевозможных сувенирах. А безнаряженных в зеленые костюмы и шляпы людей не обходится ни одно празднование Дня Святого Патрика. Однако фей ирландцы, даже и взрослые, верят гораздо больше. Так, в 1999 году в одной из провинций местные жители устроили протест против строительства автомагистрали. Дело в том, что они считали большой куст боярышника вдоль автодороги местом встречи двух противоборствующих кланов фей. В Ирландии есть постройка старшей египетских пирамид. В 40 километрах севернее Дублина, в долине реки Боин, расположено культовое архитектурное сооружение Нью Грэндж. Оно представляет собой курган высотой 13 метров и диаметром 85 метров. Внутри гробницы располагается 18-метровый коридор, ведущий к погребальной комнате с ритуальной чашей. В кельтской мифологии Нью Грэндж упоминается как курган фей и дом бога земли Дагды. Согласно данным археологов, постройки примерно 5000 лет. А значит, это гробница старшей древних пирамиды в Гизе и Стоунхенджа. Сегодня Нью Грэндж входит в число объектов культурного наследия ЮНЕСКО. И посмотреть на это удивительное сооружение ежегодно приезжает тысячи туристов, включая тех, кому посчастливилось выиграть в специальной лотерее. Каждый год в день зимнего солнцестояния несколько человек получают шанс посетить юго-восточную часть туннеля и увидеть, как рассветные лучи озаряют внутреннюю камеру. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это был проект «Популярная география» на канале «Вселенная и Beautiful World». Меня зовут Евгений. До новых встреч. Всем пока.